Многие люди с расстройством аутистического спектра могут и хотят работать, но не все работодатели из-за стереотипов и излишних опасений готовы трудоустроить такого сотрудника. Решить проблему пытается фонд «Обнаженные сердца». Детали проекта «Сопровождаемое трудоустройство» обсудили на пресс-конференции в ТАСС. Мы начали проект по трудоустройству только в 2020 году. Мы об этом думали достаточно давно. Мы просто видели, что у нас нет для этого серьезных шансов, потому что мало услуг, мало инклюзивного образования, мало информации и у обычного населения, и у работодателей, и у родителей, и у специалистов. И сейчас, в общем, об этом уже можно говорить. Да, это пока единичный случай. По данным в ЦИОМ, 77% россиян слышали о расстройствах аутистического спектра. При этом тех, кто знает об этом хорошо, только 22%. А об организациях, которые помогают людям с особенностью развития, знает только половина жителей России. Мы задали вопрос. Вспомните ваше окружение, родственников, друзей, соседей, знакомых, коллег. И скажите, кто среди них, если, да, среди них люди с аутизмом, которые находятся, важно, в трудоспособном возрасте. Среди тех, у кого есть люди в ближайшем окружении, да, 12%, и только среди них треть имела опыт оплачиваемой работы. Чтобы работников с особенностями стало больше, нужны программы поддержки и услуги сопровождаемого трудоустройства. Международной практике такой опыт есть. Специалисты надеются, что в скором времени он появится и у нас. Редактор субтитров А.Семкин